При этом не тратится то, что является самым ценным. Нефть, газ, так называемые ископаемые топливы. Сегодня просто уникальный день, совершенно замечательный. Во-первых, солнцем нет, ну это еще ничего. Во-вторых, облачность плотная, плотная. И в результате, конечно, здесь тоже ответ, скорее, сегодня. Может быть, дан только диктивичный. Неважно, что у нас на дворе не самая лучшая погода, и что в полном объеме выполнить исследование сегодня нам, допустим, не удалось, совершенно не страшно. Давайте приступим к делу. Вот, первое задание. От чего зависит ток, вы работаете, в солнечной батарее? От теплоты ничего не зависит. Ага, очень согласен. Понятно. Что в солнечном излучении лучше всего воспринимает солнечная батарея? И ты права, да? Солнце дает тепло и просто свет, который мы прекрасно видим. Чем ярче светит солнце, тем больше оно присылает энергии на солнечную батарею, тем больше вырабатывается ток. Как меняются показания амперметра в течение дня? Когда облачно, солнца видно совсем немного, или его вообще не видно, тогда вырабатывается меньше тока. А вот, например, в летний день, когда солнечно, солнце присылает больше энергии, и солнечная батарея больше питает энергии, вырабатывается больше тока. Чем отличается солнце утреннее от дневного солнца? Утром лучи только скользят по земле, а когда день, они светят прямо на землю. Это получается, что когда день, они светят ярче, естественно, энергии больше, и вдалее вырабатывать больше электроэнергии. Больше солнца светит, нападает с 12 до 4. Я желаю, что мы не можем вырабатывать электричество, солнечные системы. Такую погоду? Да. Очень полезен будет электрогенератор установить в каждой школе, мне так кажется, потому что бывают разные обстоятельства. Может не хватить денег на электричество, но... Можно получить электричество от своих трудов.